Символическую горелку Газификация жилищно-коммунального хозяйства, предприятий И сегодня, свидетельством того, что эта программа работает, мы сегодня здесь запускаем новый газопровод Газопровод высокого давления в хутору Сатова Балка провели 7 лет назад Второй этап – строительство труб низкого давления непосредственно к домам По закону, это зона ответственности жителей Однако государственная программа газификации значительно снижает их затраты Мне, как никому, очень приятно, что еще в одном населенном пункте у нас, в городе Куротанапа, появился газ Наконец-таки дожали эту ситуацию Я хочу поблагодарить администрацию Краснодарского края, лично губернатора Венина Ивановича Анатолия Владимировича Варановского, сказать им огромное спасибо 11 километров опротянули газопровод, потратили более 21 миллиона рублей И в более чем в 200 домах у нас будет газ Это очень хорошо и приятно Я от всей души поздравляю жителей Тепла и уюта вам Анатолий Каверин возглавляет местное территориальное общественное самоуправление Строитель со стажем около четверти века Он возглавил кооператив, через который собирали средства на проектирование А затем непосредственно на подключение Получилось по 46,5 тысяч рублей на двор Если бы не вступать в программу софинансирования, где краевые, федеральные, местного бюджета и 20% населения, этого бы конечно не было Она бы обслужилась может быть в 200, может быть в 300 Техническую, с муниципальных властей, с краевых властей, все это у нас, как говорится, все было в хороших отношениях Поддержка управления капитального строительства, так как это с заказчиком было управление капитального строительства перед Горгазом, они этим занимались Представители краевой и муниципальной власти, а также газовики, идут к дому Галины Вальшиной Она живет с мужем и внучкой На кухне вице-губернатор Анатолий Вороновский зажигает газ на новенькой плите Теперь будет чистота, уют Теперь у вас есть сила и желание сделать ремонт, обновиться, ну и новое качество жизни совершим Самый счастливый, ура, где шампанское открывать будем? И снижение затрат, и удовольствие в доме, чистота, порядок Под свежезаваренный чай глава муниципалитета и вице-губернатор обсуждают с газовиками дальнейшие перспективы газификации Анапы В этом году к хуторам Большой и Малый Разнокол должны подвести газопровод высокого давления В Гастагаевской к 200 дворам, а также в хуторе Просторный подвести сети низкого давления Однако подключать потребители будут только в следующем году Анатолий Вороновский и Юрий Поляков настаивают на ускорении процесса Вместе с тем с сентября начнет действовать закон, который облегчает газификацию с точки зрения различных согласований и экспертиз по оценкам самих газовиков в десятки раз Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион